всем большой привет меня зовут лада и добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой холл свои покупки из магазина икея так как я живу в америке и возможно я буду сильно стараться но в америке мы икея произносим как айкия потому что это звучание по-английски и очень часто в моих видео проскальзывает от меня не икея а айкия и очень многие люди меня исправляют просто думают что я говорю неправильно на самом деле я говорю по-английски так как я живу здесь и у нас это принято называть айкия а не икея но я буду стараться я буду говорить икея чтобы было мало исправлений в комментариях но если проскользнет пожалуйста не судите строго я хочу сказать что в основном мои покупки в этот раз состояли из таких предметов как органайзеры для моего гардероба потому что я собираюсь на днях буквально разбирать полностью свой гардероб полностью его переделывать потому что сейчас там творится просто невероятный хаос если вам интересно то подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить это видео органе как я буду организовывать свой гардероб свой шкаф переорганизовывать вернее и мы с вами вместе будем наводить там порядок поэтому не пропустите у меня сейчас гардеробная не просто в шкафу а в отдельной комнате и там просто такие стеллажи с вешалками мне хотелось немножко это разнообразить и внести туда какие-то органайзеры какие-то коробочки какие-то возможно этажерки для того чтобы я могла складывать туда вещи у меня очень много висит брюк и джинс на вешалках это занимает очень много места я искала что-то такое куда я могу эти брюки и джинсы сложить и я нашла в икеи вот такой вот органайзер он вот так вот открывается как гармошечка его можно подвесить здесь кстати сбоку еще есть кармашки для всяких штучек я даже это кстати не знала только что увидела вот его вот так подвешиваешь возможно то место где у меня сейчас висят в вешалке с этими штанишками я уберу и подвешу вот эти этажер очки я думаю на каждую полочку запросто по две пары поместится и мне кажется будет как-то более организованно смотреться но не знаю посмотрим также к этим гармошечка на выбор прилагались вот такие вот полочки это уже по вашему желанию если вы хотите брать или нет они вставляются вот так вот сюда если например это можно классно использовать для носков для нижнего белья также полочки вот в эти кармашки в нижние значит эти полочки состояли из комплекта три больших две вот такие вот длинненькие и еще две вот такие вот малюсички я думаю что их можно вставлять вот в этот вот нижний отсек как 2 на 1 и 2 то есть если вы хотите индивидуально распределить какие-то свои носочки беленькие и носочки черненькие например то можно их распределить в два вот таких вот маленьких органайзера я себе взяла две вот такие вот раскладушечки очень удобно что она вот так вот сворачивается при переезде если вы куда-то уезжаете или даже это кстати можно брать с собой в поездку если вы едете куда-то в гостиницу или еще куда-то взять вот так сложить эту штучку взять ее с собой там ее открыть и вот у вас шифонер для ваших вещей также если вы не пользуетесь какое-то время классно братья на полку не так уж много она будет занимать место также я еще взяла органайзеры вот такие вот коробочки кстати это из той же серии что вот это вот этажерка которую я вам только что показывала такой же у нее принт такая же расцветка вот такая вот коробка я планирую ее поставить на верхнюю полку своих рядах где у меня висят вешалки здесь можно классно хранить какие-то вещи сезонные например если сейчас зима хранить летние вещи такая вот она можно открыть одну часть коробочки но открывается вся крышка очень вместительная у меня валяются там вещи которые я ношу дома домашние вещи у меня нет для них определенной полки вешать их на вешалке и занимать еще больше места мне вообще не хочется поэтому я пыталась придумать что-то где мне хранить свои домашние вещи я вот пришла к такому выходу из положения я думаю что я буду хранить все эти вещи вот таких вот коробочках вот эта большая коробка она кстати очень большая там по моему еще были вот такого размера как бы на половину или нет нет они были продолговатые но поменьше размером и были еще совсем малюсички вот такая вот малышка не могла пройти мимо нее здесь тоже можно хранить всякие носочки опять же нижнее белье очень классный органайзер я думаю что мне теперь будет все красиво потому что у меня там на этих полках чего только нет сюда кстати можно убрать даже маленькие какие-то сумочки у меня есть целая куча прямо таких маленьких клачей их можно сюда кстати тоже сложить и чтобы они не валялись не пылились далее продолжаем тему органайзеров я взяла еще себе две вот такие коробки тоже для тех же целей поставить на полке потому как у меня но очень много там всего лежит проблема в моем шифонере в том что в нем нет практически полок у меня только вот эти вот стеллажи для вешалок и поэтому спрятать что-то куда-то ну просто не предоставляется возможным сюда можно сложить те же самые пояса шарфы шапки на зиму перчатки в общем все для чего у меня нету сейчас просто-напросто как какого-то организационного места я могу все положить вот в эти коробки и будет все очень опрятно и красиво ничего не будет валяться вот я думаю что это прекрасное решение но такие веселенькие коробочки там вообще как бы обычно бывает большой выбор таких коробок но в этот раз были только черные и вот такие вот возвращаться туда еще раз или заказывать онлайн ждать у меня просто-напросто нет терпения и времени и сил хочется уже поскорее все это разобрать поэтому я взяла вот то что есть тем более я кстати фанат бабочек вот жалко конечно что в черной расцветке если вы были какие-нибудь нежнячие розовенькие или какие-нибудь еще такие нежненькие то было бы конечно лучше но ничего будем довольствоваться тем что есть да вот такие в общем еще две коробочки взяли дальше я вам покажу более такие уютные покупки я приобрела себе вот такую подушечку муж сказал зачем тебе еще подушки у тебя что подушек мало я люблю подушки что теперь делать я могу поставить ее на фон когда снимаю видео она классная такая с сердечками на ней удобно лежат тоже мягенькая и я на алиэкспресс видела классные наволочки но они были вот такого вот формата прямоугольного и а у меня таких подушек нет но наволочка мне очень понравилось и поэтому я думаю так надо срочно покупать вот такую вот форму подушки чтобы покупать эти наволочки на алике так что вот теперь такая подушечка у меня тоже есть вы наверное еще не раз увидите ее на фоне моих видео дальше я вам покажу еще уютные такие покупки вот такие вот наволочки это не подушка это наволочка просто я уже делаю ее в подушку чтобы вам показать мы взяли вот такие вот три штучки там есть разных цветов есть розовые есть бежевые есть не помню еще какие но выбор цветов большой и хорошо это тем что вы не покупаете подушку вы покупаете наволочку ее легко стирать снимать подушки ее также легко менять потому что я всегда в сезоны и в праздники меняю наволочки на подушках меняю сами подушки и это очень легко снял а делать там какую-то на рождество другую красненькую или там еще какую а так они очень мягкие и очень уютные также под эти наволочки мы взяли вот такие вот одеяла мне кажется это классические икеевские одеяла также они есть в разных расцветках бежевые розовые таких пастельных оттенков мы кстати используем их как комплект потому что они подходят в принципе по оттенкам друг другу также я положила глаз еще на такой бежевый он такой молочно кремовый оттенок тоже очень красиво смотрится и кстати подойдет к любому интерьеру тоже имеются и одеяло и наволочки в дальнейшем я возможно себе тоже приобрету переходим к покупкам для кухни я себе немножко приобрела посуды в икее очень много контейнеров но мы с мужем перепробовав очень очень много контейнеров пришли к выводу что нам нравится больше стеклянные чем пластиковые потому что пластиковые они во первых быстро изнашиваются во вторых мне не нравится что они впитывают в себя запах еды и сколько бы ты их не мыл каким бы кипятком ты не пытался это отмыть запах там все равно остается поэтому мы потихоньку стали избавляться от всех пластиковых и покупать стеклянные в икее кстати небольшой выбор стеклянных контейнеров там огромный выбор пластиковых но мы нашли парочку вот такой вот контейнер там был еще такой же прям вот в половину его по высоте а по размеру в принципе мне кажется был такой же но просто пониже взяли пока один посмотрим как он будет в использовании вот здесь уже резинка выскочила почему-то принципе и не проблема вставить буквально недавно мы приобрели в икее стаканы для чашки для кофе и чая есть в икее вот такие вот чашечки я обожаю их матовое какое-то вот такое вот качество их когда трогаешь они прям такие матовые хочется трогать и трогать у нас есть разного цвета есть розовая моя голубая мужа были у нас две вот такие вот нейтральные для гостей если гости приходят но одна разбилась вот мы решили взять ее замену и заметили что еще оказывается есть вот такого вот цвета мокрый асфальт темно-серая такой у нас не было взяли тоже на всякий случай если вдруг побьются вот эти вот которые у нас есть экстра чтобы у нас было что-то на запас далее я приобрела вот такие вот тарелочки они такие милашные это вообще такие на каждый день они такие примут гладенькие я люблю кушать из тарелок которые вот такие вот немножко поглубже не люблю совсем плоские потому что если ты кушаешь какой-то обед не суп конечно суп сюда не нальешь бывают такие обеды в которых есть например какая-то подливка и в плоскую уже этот обед не нальешь потому что он но неудобно будет оттуда выливаться кстати с этой стороны они матовые с этой стороны они глянцевые так приятно держать в руках вот поэтому я взяла вот такие вот поглубже 4 штучки чтобы у нас было для нас с мужем для детей и если вдруг тоже гости нагрянут чтобы были вот такие вот одинаковые и еще из того же самого комплекта я взяла две вот такие вот салатницы сюда можно в принципе не только салат положить можно и фрукты можно и какие-то печенюшки пироженки и в общем все что угодно можно сюда положить мне кажется очень красиво эстетично смотрится на кухне вот такая вот белая посуда чем мне понравился именно этот комплект в икее очень много посуды если вы трогали посуду в икее вы наверное со мной согласитесь что большинство у них комплектов очень тяжелые вот даже просто тарелку берешь там были разноцветные были такие красивые голубые и розовые но одну тарелку в руки берешь она весит как будто целое блюдо или целый поднос конечно это не очень удобно в применении но мы все-таки нашли вот эти вот они кстати вот прям ну очень легенькие вот такие на ощупь вот эти четыре когда ты держишь это практически такой же вес как мы брали вот одну голубую или розовую очень интересно почему такая у них тяжелая посуда я не знаю вот в принципе и все на сегодня это были все мои покупки мы там взяли еще что-то по мелочи но я не буду это показывать взяли красивый цветочек для учительницы моего сына в подарок так как грядет день святого валентина у нас такая традиция что он своим учителям носит какие-то подарочки знак своей любви и благодарности но не буду это показывать это мелочи в основном показала свои такие основательные покупочки для дома так что если вам интересно как я все эти органайзеры впишу в свой гардероб как я там все организую чтобы не пропустить это видео обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео пишите свои комментарии но мы с вами увидимся в следующем видео пока